Там вторая команда группы Б. Судя по всему, Португалия... Хотя посмотрим, Португалия... Ну да, Португалия проиграла вчера сборная Италии, так что... Или она, или Парагуа. С другой стороны, тоже Парагуа португальцы одолели. Ну и ещё, победитель группы А получается. А это... Гадалки ходить не надо. Сборная Бразилии. Так что вот такая группа, наверное, выглядит для Аргентины очень даже неплохим вариантом. Надо только выиграть свою на первом этапе. Минута 53. Юдислав Лысенко, ну просто лица нет на вратаре сборной Украины. Но сегодня, конечно, нагрузка на него выпала очень и очень серьёзная. Психологическая, ну вот здесь попасть! Гооооооол! 2-1. Украина выходит вперед. С ума сойти. Фантастика. Вот, пожалуйста, то, о чем мы с вами говорили. Гесанда вышел из ворот. Вот в центральном круге он находится. Здесь главное перебросить. А Гесанда-то и не чувствовал, да, похоже, ворота. Потерял их просто. И думал, что не попадет здесь украинский игрок. Блестящая выполненная свечка. Самое главное. Братарь сборной Аргентины ее так и не потушил. 2-1. Украина впереди. И теперь все мысли Аргентины только о том, чтобы отыграться. Гесанда, напортачившись только что. Зачем же нужно было победу вырывать? А в итоге, видите, Аргентины на бабах остается. При таком раскладе. 1-24 до конца. Передачный пятачок. Ну-ка, отбиться, отбиться, отбиться. Похоже, мяч покинул пределы поля. Вот тот самый игрок Сергей Черопнюк. Безукоризнина сыграл сначала он. Как вратарь гоняла. Все, что от него требовалось, он выполнил, исполнил. А вот теперь, похоже, забил и сам. Вот так у нас с ног на голову все переворачивается. Молодцы украинцы. Ну, а еще есть время у сборной Аргентины, чтобы счет сравнять. Но два мяча по такой игре за одну минуту Аргентина не забьет точно. Десанде. Зря он тогда бил, конечно, перед тем, как пропустить. Зря, потому что застрял мяч в ногах украинцев. И потом уже Черопнюк. Чепарнюк. Что ж я сегодня все его по-другому называю. Правый. Очень эффектно направил мяч пустые ворота. Два-один. Не было ни гроша, да вдруг Алтын это называется. Да, Чепарнюк вывел сборную Украины вперед. Два-один. Ну, тут можно много рассуждать на тему о том, что же все-таки натворили футболисты сборной Аргентины. И вот сейчас отчаянно не пытаются, отчаянно пытаются спасти эту игру. Потому что, конечно, поражение в их планы не входит. Тогда они скорее к испанцам в группу попадут. И Санде правильно все делает Хурсов. По-моему, это он наскакивал на вратаря сборной Аргентины, дабы все-таки тот послал мяч в аут. Что и требовалось доказать, что и требовалось получить мяч Украины. Перепив. Да, не трогать, не трогать. Перепив. Хурсов. Пусто. Хурсов вновь аут. Иванов назад. Лысенко. Ну, может быть и правильно. Подержать мяч, подержать. И здесь пробить. Ну-ка. Ну, получился все-таки удар какой-никакой. Гесанды пошел в обводку. Сам пошел. Вдруг забьет, а? Ух ты! Ух ты! Что творится? Гесанды уже в воротах не находятся. Удар, гол. Ох, ой. Да. 2-2. Не сказал бы, что это Гесанды, в общем, все сделал. Но доставит он мяч к воротам. Как на блюдечке, а потом уже из-под ноги защитника. Здорово сыграл Диего Хьюстоца. Здорово направил мяч. Прямо в уголок. 2-2. Чуть не плачет Хьюстоца, потому что понимает он цену этому забитого мячу. 13 секунд. Ну, ребята, держитесь. Тут уже желтые карточки косяками пошли. Может быть, как раз Хьюстоца за то, что футболку снял. Это, естественно, карается во всех разновидностях футбола. В футзале в том числе. 13 секунд. Я не думаю, что украинцы будут сейчас за журавлем в небе охотиться. Как те же аргентинцы. Лучше синиться в руках. 8 секунд. Мяч Аргентины. Хьюстоца забил Хьюстоца и наказан. За чрезмерно сильное проявление эмоций. Мяч Украины. Но тут пробить-то можно за 8 секунд. Раза 2, а то и 3. 7 секунд. 6, 5. Удар. Это не удар. Мяч Аргентины. 2 секунды. Спокойно, Лысенко. Спокойно. Нападение на вратаря. Хименос не прав. Ну а что Аргентинска? Страстно хотели они победить, да? И тут понятно, почему тот же Хименос вышел из себя. Может быть, тоже недооценка была такая. Сборная Украины не посчитали аргентинцы Украину за соперника, который может такие серьезные неприятности доставить. Возможно. Поэтому сейчас Манула Хименос что-то выговаривал вратарю. Потом судья. Ну и игра получилась, вы знаете, на загляденье. Что надо. Первый тайм. Совсем не похоже на него второй. Четыре мяча, что для игр между этими соперниками это большая роскошь. Желтая Лысенко. За что? А за что? Действительно, в чем он тут был виноват? Он кого-то ударил, он кого-то оскорбил. Он просто забрал мяч в руки. Пределов штрафной, между прочим. Игра у нас закончилась. Ух. Высоко. Ну и результат. Ну вот, конечно, Хименос, конечно, он был неправ. Так, Хименос. А что сделал Лысенко? Он пытался ответить. А, ну вот здесь понятно. Теперь уже понятно. Теперь уже все понятно. Ну, по крайней мере, право такое вынести предупреждение Лысенко судья имел. Понятно, украинский уголки прав. Почему вдруг так его повело, но Хименос был неправ. А сам аргентинец, похоже, так не получил горчичников. Вот, что бесит, честно говоря. Ну, как бы то ни было, результат достигнут. Сборная Украины сыграла в ничью с Аргентиной. 2-2. И продолжает борьбу за победу в этой группе. 2-2. Иранцы, вот не вижу, как они все-таки сыграли с командой Ливии. Но по последней информации, там все-таки Иран выигрывал этот матч. Сейчас посмотрю. Вроде бы пока на эту минуту счет. 4-2 в пользу команды Ирана. Ну, а на этом наш репортаж завершен. Спасибо огромное за внимание. Режиссер Виталий Магранов, комментатор Николай Саприн. Поздравим Украину с добытой ничьей в матче с Аргентиной. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» The Futsal World Cup tomorrow With Portugal, USA and Russia, the Solomon Islands Live on Eurosport